Дискуссии об Украине в заголовках новостей. Мировые СМИ обсуждают сегодня итоги заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в нашей стране, и громкие заявления, которые там прозвучали, о главных выводах из штаб-квартиры организации Дмитрия Новченко. С самого начала было понятно, разговор предстоит непростой. Ведь поднимут не только тему Донбасса и Крыма, но и причастности России к крушению рейса MH17. Представитель Москвы в ответ ведь тоже явно не смолчит. Но ждали не только жаркой дискуссии, но и конкретики. Показать результат важно для Польши, которая сейчас председательствует Совбезе. И очень хотела бы продемонстрировать конкретные достижения, когда придет время передавать пост. Польский план усилить вовлеченность ООН в урегулирование конфликта на Донбассе и, в принципе, в события в Украине. Простой пример. Когда Соединенные Штаты назначили своего спецпредставителя по Украине, Курта Волкера, то в Госдепе появился человек, который досконально знает ситуацию на Донбассе, к которому можно оперативно напрямую обратиться в случае обострения, для которого урегулирование – это вопрос личной ответственности и личной репутации. И вот по аналогии Польша теперь предлагает назначить спецпредставителя ООН по Украине, человека, который курировал бы украинские вопросы в этом огромном здании и отвечал за подготовку миротворческой миссии для Донбасса. В дипломатических кругах нам пояснили, мол, у Варшавы есть и свое видение по кандидатурам, но фамилии пока не называются. Важно решить вопрос принципиально. И тут придется продавливать решение через Совбез, где, как признался польский министр, помехой снова может стать позиция Москвы. Это решение должен утвердить Совет Безопасности. Некоторые его члены обладают правом ВЕТА. Поэтому мы знаем, что определенные страны могут быть против. Но поскольку мы услышали от российского представителя, что его страна готова выполнять минские договоренности, то, может быть, логично вынести это предложение на голосование? Сопротивление России, прогнозирует и Павел Климкин, говорит, в этом зале никто уже и не ждет конструктива от Москвы. Но международное давление в итоге даст свои результаты. Россия в абсолютном одиночестве, произнося все эти привычные месседжи, как и в случае, когда мы голосовали за создание международного трибунала по сбитому малайзийскому Боингу российским Буком. И практически все говорили сегодня об ответственности России. Тема сбитого лайнера действительно возникла на Совбезе. Заявления тех же голландцев были очень жесткими и однозначными в том, кого они считают виновником трагедии. Формального решения по итогам заседания Совбеза не принимали, оно и не планировалось. Для Украины и Польши, которые действуют здесь совместно, тандемом важнее было другое. Подтолкнуть страны мира к тому, чтобы все публично, открыто высказали свою позицию. По Крыму, Донбассу, по гибели MH17. И это само по себе инструмент давления, принуждение к уступкам и переговорам. Но планы еще более амбициозные. В кулуарах много разговоров. Дескать, пора восточной Европе получить и своего генсека организации. Ведь тут есть традиция, когда глава ООН по очереди представляет разные регионы. И Польша уже публично озвучила это предложение. И штаб-квартира ООН. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер.